Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Галтеев. Вы смотрите итоговый выпуск программы Ньюз Тайм на канале Бридж ТВ и прямо сейчас о главных событиях в мировой музыке. Новый альбом от легендарных Red Hot Chili Peppers. Энрике Иглесиас метит в главные хитмейкеры будущего лета, а также за что Оззи Осборна выгнали из дома и многое другое. В нашем прошлом выпуске мы вкратце рассказывали о последних событиях в жизни Джана Джексон. Ну а теперь пришло время узнать все поподробнее. В этот понедельник поп-звезда отметила свое 50-летие, а также недавно сняла новое видео под названием Damn Baby. И судя по заголовкам мировой прессы, поп-звезда ожидает ребенка, причем первого в своей жизни. Все остальные подробности жизни Джана Джексон смотрите в нашем сюжете прямо сейчас. Жизнь Джана Джексон в последнее время под особым вниманием прессы. Минувшей осенью сестра Майкла Джексона после семилетнего молчания выпустила новый альбом, но мировой тур, назначенный на этот год, внезапно отменила. Затем еще более внезапно сняла новый клип Damn Baby, где в черно-белых тонах поп-звезда танцует и демонстрирует хорошую форму. Да и на съемках, по словам команды, певица просто сияла. Особенность Джанет в том, что в комфортной для нее обстановке она всегда над чем-то смеется и шутит, но в то же время в момент может переключиться на серьезные эмоции. Не менее серьезными подробностями этой весной певица поделилась со своими поклонниками. Мы с Майем мужем сейчас планируем нашу семью, поэтому мне пришлось отменить свой тур. Пожалуйста, постарайтесь понять, насколько это для меня важно. Я должна соблюдать рекомендации врачей. Но знайте, я не забыла про своих поклонников. Мировые таблоиды то и дело сообщают, что певица, которой недавно исполнилось 50, и ее муж-миллиардер Висам Альмана ждут своего первого ребенка. Похоже, что именно беременность и стала причиной отмены тура, так что поклонникам остается лишь смотреть новый клип. Знатно отгремевший летом 2014 года хитом «Байланда» Энрике Глесиас вероятно решил повторить свой успех в новом клипе «Дуэл Эл Коразон». Пустыня, летающие вертолеты, танцующие латиноамериканские красотки и сам Энрике, в свои 40 лет пребывающий в отличной форме. Посмотри-ка, вот это настоящий кубинский стиль. После пустыни латиноамериканская звезда вместе со съемочной группой и рэпером Визин переместился на крыше высоток с внушительным видом. Я думаю, вы оцените, сколько любви, страсти и энергии заложено в этой песне. Когда я услышал этот трек, я с первого раза понял, что это будет международный хит. Хит-певца «Байланда», кстати, собрал около полутора миллиарда просмотров на YouTube. Посмотрим, сможет ли последователь этого года. Ну а Оззи Осборну тем временем не до вечеринок. Рок-звезду, по сообщениям прессы, попросту выгнали прямо из дома. Хлопнуть дверью перед носом у старинной Оззи осмелилась его жена Шерон Осборн. Накануне прощального тура «Блэк Саббат» имя Оззи Осборна вновь на слуху. По сообщениям прессы, мистера Осборна выгнала из дома его жена Шерон. Как гласят слухи, причиной стала измена мужа. Убитый горем Оззи и вовсе на некоторое время пропал, не сообщив своего местонахождения. Шерон Осборн тоже не сладко. Если говорить честно, то на сегодняшний день я совершенно не знаю, как мне жить остаток моей жизни. Мне 63 года, и я больше так не могу. Ряд изданий также сообщает, что Оззи и Шерон и вовсе собираются разводиться после 33 лет брака. Кстати, Шерон Осборн является еще и концертным менеджером своего мужа. Так что будущее грядущего тура тоже под вопросом, если, конечно, все интриги не являются просто пиар-ходом накануне гастролей Блэк Саббат. Друзья, вы смотрите канал Бридж ТВ, и мы продолжаем наши музыкальные новости. В середине июня свой 11-й альбом выпускают Red Hot Chili Peppers. Легендарные чилийские перцы вообще не часто балуют поклонников новыми пластинками. Предыдущая работа парней увидела свет целых 5 лет назад. Долгая пауза была также обусловлена и тем фактом, что в самый разгар работы над альбомом басист группы Flea повредил руку. Как гласит история, перцы засели за новый альбом еще в 2014 году. Но тогда басист группы Flea, катаясь на сноуборде, сломал руку. И запись была остановлена на долгие 8 месяцев. Новый альбом был тогда почти готов, но перцы, вероятно, психанули и решили записать пластинку заново с новым продюсером. Мы не скучаем в студии и всегда что-то придумываем. Когда мы писали альбом Stadium Arcadium, я просто подолгу пел под барабанную партию Чеда, а парни слушали и пытались что-то под это придумать. Как признаются перцы, в новом альбоме они тоже проявили изобретательность. Это был классный и интересный для нас опыт. Мы ввязались во что-то новое, и в этом нам помог наш продюсер Danger Mouse. Во что в итоге вылился длинный путь Red Hot Chili Peppers и последующая перезапись всех новых песен, станет понятно 17 июня, когда увидит свет 11-й альбом группы The Getaway. И несмотря на то, что перцем уже за полтинник, они по-прежнему горячие и чилийские. Опередить Red Hot Chili Peppers с выпуском свежей пластинки недавно успел канадский рэпер Дрейк. Настоящая звезда своего жанра крайне эффектно ворвался в чарты и рейтинги. По данным стриминговых сервисов, в одних только штатах новый альбом Дрейка послушали более 250 миллионов раз. Новый альбом Дрейка The Views в чартах потеснил Джастина Бибера и Бейонсе. За первые две недели был продан тиражом почти в миллион копий и был прослушан в онлайне около 250 миллионов раз. Успех всегда вдохновлял рэпера. В какой-то момент цифра в 25 миллионов кажется тебе чем-то запредельным, но потом, когда ты начинаешь ездить по миру с турами, бренды начинают хотеть с тобой работать и у тебя идут корпоративы, то ты получаешь возможность заработать эту сумму. Сейчас Дрейк в списках самых богатых рэперов планеты. И новый альбом The Views, вероятно, поможет приумножить гонорары. Успех многое для меня значит, ведь я стольким пожертвовал ради него и посвятил ему такое количество времени. Так что я должен добиться максимума из всего возможного. В музее группы Абба в Стокгольме открылась выставка, посвященная музыкальному конкурсу Евровиденье, который в этом году как раз состоялся в шведской столице. Выставка под названием «Добрый вечер Европа» посвящена 60-летию легендарного песенного конкурса и состоит из артефактов, связанных с Евровиденьем. Например, костюмов колоритных участников конкурса за разные годы. Британская группа Radiohead после пяти лет молчания выпустила свой девятый альбом A Moonshaped Pool. В новых песнях вокалист Том Йорк поет о глобальных проблемах и расставании с женой после более чем 20 лет брака. А неувядающая с годами Дженнифер Лопес сняла новый клип под названием «Я тебе не мама», где звезда не без успеха примеряет роли уборщицы, кухарки и много кого еще. Стоит признать, каждое амплуа получилось убедительно. Певица Риана тем временем продолжает реализовывать себя сразу на нескольких поприщах, а именно гастролировать по миру, покорять чарты и заниматься благотворительностью. Уже не первый год Риана занимается своей благотворительной организацией Clara Lionel Foundation, посвященной бабушке певицы, скончавшейся от тяжелой болезни. Новый проект фонда – запуск программы по финансированию обучения для талантливых детей, не имеющих достаточных финансовых возможностей. Есть множество достаточно умных детей, которые отлично учатся в школе, но у них нет финансовой возможности продолжить свое обучение. Наша программа позволяет таким детям сосредоточиться на своих целях. Я мечтаю стать доктором и готова для этого много учиться. Программа фонда Рианы насчитывает 50 мест и рассчитана на жителей 7 стран, включая родину Рианы Барбадос. Друзья, на сегодня это все музыкальные новости. Меня зовут Андрей Галтеев, вы смотрели программу Ньюз Тайм на канале Бридж ТВ. Пока!